Щелк Орел, привет! Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день! С вами Александр, компания Тентбест. Всех рад приветствовать, всем желаю хорошего дня. Сегодня отдаем вот такую работу, это для Дениса из города Орел. Сделали переоборудование газель 3302 под ключ. Так вот, собственно, у нас сразу заказчик. Город Орел, привет! Встречаем, скоро у нас вот такая красота. Он приедет к вам после посещения Нижегородского переоборудования. Так, что мы здесь сделали? Заказчик, конечно, привез с собой много дополнительного обвеса, мы все это установили. Вот. Но, смотрите, вот такая вот еще будет у нас сейчас новиночка. Вот такие габаритные огни. Вот они, они светят вниз. Такие толстенькие они. Интересная штука. Что еще? Что еще? Ну, здесь, как всегда, у нас горячий катный щеллер на подрамник. Косынки усиления. Поперечина 60 на 40. Основание 60 на 40. Все на герметике. Ламинированная фанера. Все проклеено, все прокрашено. Тент синий, 630 грамм плотность. Ремешки силикон. Тросики под пломбу. Вот он, пломбиратор. Очень нарядная получилась машина. Сейчас еще приложу. Будем раскладывать крышу. Боковая штора здесь у нас получается на роликах. Слева. И что самое интересное, заказчик попросил, мы ему сделали. У нас получается натяжитель горизонтальный. Вот такая штука. Ты с горизонтальным натяжителем сразу определился. Ты знал, да, что полезная штуковина? Конечно. Потому что залазить это, да, получается, чтобы ремешок выпустить. Наверх залез. Засекаем, засекаем по времени. У нас пошла боковая разборочка. Щелк. Но ты в любом случае, у тебя она на роликах. Она на роликах. Доски-то все равно. У тебя все карманы сейчас воткнуты. Надо снимать. А у тебя стойка. У тебя стойка на роликах. Все равно надо разбирать. Так. Страну, по крайней мере, не лазить. Но ты сделал это за сколько? За полторы минуты? Не залазивая наверх, да. И сейчас так же, ну, соберешь его. Давай в этом. Уже все. Боковая загрузка уже произошла, да? Вот так вот, да. Натяжитель такая штука полезная. Цельник, конечно, у него достаточно кусачий. Но, тем не менее, он того стоит, потому что вот это все происходит на ваших глазах за буквально какие-то считанные минуты. Фонарики зачет, Денис, вообще прям. Я все подключу, я скину тут. Там сразу эти стоят, да? Они вниз светят, да. Тоже сейчас мы их попробуем всем их ставить. Но не обещаю пока, что парта еще не пришла. Пойдемте за гранем вовнутрь фургона. Так, здесь у нас 10 колец крепления груза в пол. Обшита передняя стенка ламинированной фанерой усиленно. Вот у нас лилевая штора. Досочки все строганные и мореные. И что особенного, да, нестандартного в этой комплектации, отбортовка, 60 сантиметров высотой. Денис, а почему 60 сантиметров высотой? Заходи, Латвич. Чтобы мелкие грузы получше. Чтобы повыше она все равно, да? Не 40. Да, еще у нас 4 доски по обрешетке в ряд. Про отбортовку, про мелкие грузы, передняя стенка. Ты прям знал всю комплектацию, которую хотел. Ты уже богатый опыт имеешь в этом. Скажи. Ты нас сравнивал, да, с кем-нибудь, наверное? Да, с многим. Ты весь Нижний Новокарт прошли про это. Почти, да. Мы что, пацаны оказались лучшими? Или на что ты нас именно склонился? Да и все вместе. А сколько у тебя за все? У нас весь наш договор по оценнику вышел, получается? 255. 255. Ну, это мы тебе доп еще все тут твои установили. Вот эти 4 доски в обрешетку. Передняя стенка, ее натяжитель. И все это у нас с документами. Да. Полностью под ключ. Вот так ради интереса хоть что остальное озвучивали? Ты в какие компании обращался? Да ладно. Да много там всяких. Ну серьезно, а что по ценам? Ну просто, чтобы это... От 260 до 320. Ну за то же самое? За документами? Ну да, то же самое. Все с документами? Все то же самое. Я понял. То есть мы как бы... В топ-параде, в топ-параде ценообразования. Сережки тоже. Данай, в топ-параде цено... Так, ну боковую штору мы разложили. Давайте же только крышу разложим. Что делать? Ты... Заказчик у нас сам разложит крышу попробовать. Раз, включал. Давай, надо это оттянуть. Ладно, одна вышла. Да ладно. Чтобы пробовать, что работают все крыши должны быть на самолете. Стоять. Да, поднимаем. У нас самолеты вылетают на трампе. Хватаем пакорик. Если есть первая, то начинаем вылезать. Да. С технику. Да, уже первый крайний сюда взвел, чтобы она дошла до кора. А потом уже подъем можно привлекать. Что-то надо ехать. Давай, давай. Давай, скаты. Тем не менее, по времени минут по две с половиной за минуту. Одну руку-то натягиваем, другой зашелся. А ты щеколку, надо ее перепустить, а нога стоит на положении. Держатся. Ты просто подталкиваешь, а нога щелкнулась. Смотри, давай я. Да, в уголок. Смотри, подержи. Ты руками все сделала. Ты все устал? А там калужа. Все, все. Ну, давай говори как на духу всем ребятам правду. Какую? Правду настоящую. Вот крышу сложил, боковую штору сложил. Фургон сделал, удлинение сделал. Да все хорошо. Все пожелания старались, учитывали. Нет, все хорошо. Ну, на самом деле, нормально, но денег потрачено немало, все равно. Ну, свое мнение, потому что все хотят правду. Да и все хорошо, что встант везде усилия. Все прохлением. Ну, вот как-то так. Ну, все, ребят. В Орел машину отправляем. В Орел машину отправляем. Все, в городу Орлу. Большой привет. Да, Денис? Да. Да, да, да. Ну, все. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok